но если человек начинает обожествлять человека то тогда все разрушается если я дурманом сладким веяло когда цели сады поверила поверила и больше ничего один раз в год сады цветут всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас один раз можно так поверить только а потом ты уже должен понять что это не способ ты можешь любить но верить человека нельзя верить надо бога вот сейчас вы должны понять кому обращены слова понимаете через человека действует бог но мы не должны путать вот когда человек влюбляется он чувствует энергию бога через человека бог ему говорит благословляю тебя женись рожай детей это благословение богу он дает такое сильное благословение любви начинают любить друг друга но эта энергия бога мои хорошие пытайтесь по ней потом может потом ты все заканчивается а ты думаешь ждешь когда же я встречу того кого я опять так сильно полюблю то есть другими словами слан когда я встречу бога через человека так стричь 3 его напрямую чё тебе через человека встречать для кого к а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Про кого? Про Бога песня. Через человека, да? Но если бы она знала, что это для Бога, тогда она бы всю жизнь сохранила свою семью. Понимаете, здесь нужно только об этом знать. Что это Бог приносит рассвет, пение птиц и звон ручья. На траве его легкий свет, а в душе его любовь. А человек всего лишь проводник этой энергии. И если ты это понимаешь, ты тогда к человеку будешь спокойно относиться, ты не будешь им очаровываться. Потому что когда придет время человеку нести тебе энергию твоей судьбы на своих плечах, и он будет тебя злить, мучить и оскорблять, тогда ты поймешь, что это тоже от Бога. И не будешь его в этом обвинять. Когда Фарук Амар, второй халиф, пришел к людям, его назначили, он встал перед ними и сказал, «Я буду испытывать вас, а вы будете испытывать меня». Он про любовь ничего не сказал в этом мире. Он сказал про испытания. Потому что такова судьба. Люди раньше, когда под венец шли, женщина плакала, мужчина был серьезным. Потому что они знали, куда идут. Их образовывали с детства, обдавали образование, что такое семейная жизнь. А сейчас «Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли». Круто? Что дальше будем делать? Вот еще вопрос. «Ах, это свадьба, 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 свадьба». Кто волна? Бог. Кто парус? Бог. Кто дает любовь? Через глаза. Чья сила идет? Бога. Не забудьте, мои хорошие. Не забудьте. И когда будет противоположное, когда вы увидите дамоклов меч, когда вы увидите наказание, когда вы увидите гнев, злобу, это тоже от него для нас. Не человек в этом виноват. Господь нас учит, и мы должны принимать от него его учебу. Попытайтесь это понять, это очень важно. И поэтому все проблемы сразу заканчиваются в семейной жизни, с этого момента. Потому что мы все видим, как есть. Но принять это, то, что я сейчас сказал, мне очень сложно. Но я знаю, что нет другого выхода. Потому что никакого счастья в личной жизни, не принимая это, не будет никогда и ни у кого. И вот когда ты принимаешь все через близкого человека, как от Бога, тогда с этого момента он становится тебе благодарным, и ты начинаешь видеть уже... Жена звонит. Сейчас интернет отключу, извиняюсь. Слишком часто вспоминал. Мы плывем в страну любви. Нет, не в страну любви. В страну испытаний. В стране любви вы уже сейчас оказались. Эту страну вас Бог привел сразу. Потом Он вас посадил на кораблик и в страну испытаний, и в страны любви. А вы думаете, мы в страну любви плывем? Нет, в страну испытаний. Любовь будет, когда ты достоин будешь ее. Любовь близкому человеку будет. Обязательно. Когда будешь достойным. Многие люди расходятся, они не могут быть достойными. Потому что они не понимают, как устроена жизнь. Но есть люди, которые понимают, как устроена жизнь. Мне одна девушка, моя знакомая, написала, я переругалась с мужем, она читает молитву каждый день, она занимается духовной практикой, и она переругалась с мужем, она слушает мои лекции. Почему? Вопрос. Потому что у ней нет чего? Сил. Она потому что не контактирует с ней со свежим воздухом. Понимаете, есть люди, которые очень погружены в духовную жизнь. Но они не понимают, что до Бога надо сначала научиться природу любить и людей, а потом уже Бога, иначе ты будешь дисгармоничным. есть много людей духовно развитых, но больных и одиноких. Это что за духовное развитие такое? Почему человек больной? Потому что природу не любит. Почему одинокий? Потому что людей не любит. Потому что Бог действует через природу, через людей и через веру. это три аспекта, они последовательные. Сначала природа, потом люди. Что значит люди? Это значит любовь к людям. Надо божественно в людях учиться чувствовать. Вот та женщина, та девушка, которая природно или в результате труда над собой научилась божественно в людях чувствовать. Сейчас шепотом буду говорить. Она становится такой красивой, что ни один мужик не устоит. Ни один.